Всем привет! Продолжим тему ТОП-40 идей бизнеса. Сегодня, как обещала, расскажу, как с минимальными вложениями заработать большие деньги и какие есть у меня идеи для маленького города. Первые две части посмотрите в предыдущих видео. Там я рассказывала, как можно открыть свое дело с нуля. Ссылки оставлю в описании. Итак, начнем. Идея номер 26. Агрегатор автосервисов. Это прибыльный бизнес из Европы и США. Пока реализован только в некоторых крупных городах Российской Федерации. Агрегатор представляет собой сайт. Это мобильное приложение со списком доступных в регионе автосервисов с указанием услуг и тарифов. Владельцы такой площадки могут зарабатывать на комиссии 100 тысяч рублей в миссии номер 27. Аренда автомобилей. Для бизнеса лучше покупать минимум 2-3 малолитражки Volkswagen, например. Их можно сдавать в аренду службам такси или частным лицам. Средний тариф 1500-2000 рублей в сутки. Обязательно оформите страховку по каско перед сдачей автомобиля в аренду. Идея номер 28. Вендинговый бизнес. Если изучить эти идеи из Америки и Азии, можно найти массу интересных вариантов, которые пока не реализованы в Российской Федерации. Например, такие товары, как товары для путешествия, подушки, одежда, обувь, наушники, настольные игры, также детский конструктор, велосипедный инвентарь, ну и так далее. Можно также, кстати, вещей для забывчивых родителей. Это детское питание, памперсы, погремушки, салфетки. В среднем такой бизнес приносит 20% годовой прибыли от суммы вложенных средств. Вам только нужно разместить автомат в проходном месте и регулярно пополнять продукцию. 29. 3D печать. Сейчас новый 3D принтер в любительском сегменте можно купить за 50 тысяч рублей. А затем с его помощью изготавливать на заказ следующие предметы. Прямо стильные украшения и аксессуары, игрушки, сувениры, посуду, чехлы для мобильных телефонов, медицинские изделия. 30. 3D печать. Это идея бизнеса с быстрой окупаемостью. Если правильно выбрать направление и не пожалеть денег на рекламу, вложения вернутся к вам уже через 4 месяца. 30. Капсульный отель. Бизнес-идея 2020 года, которых нет в Российской Федерации, можно обнаружить и в туристической нише. Капсульный отель – это небольшой блок с изолированными местами для сна. Он пользуется огромной популярностью в Азии, так как позволяет туристам экономить деньги на гостиницах. Минимальное вложение в бизнес составляет 1 миллион рублей. Срок окупаемости 2,5 года. 31. Организация экспресс-свиданий. Впервые идея бизнеса появилась в Американских Штатах, потом в Европе. В России пока еще очень слабо развита. Суть заключается в организации мероприятия, на котором люди могут приятно провести время. Ну и, конечно же, познакомиться с противоположным полом. Вложения небольшие. Вам нужно арендовать какое-нибудь помещение в кафе, например, потратиться на рекламу и услуги ведущих. Чистая прибыль составит от 30 тысяч рублей в месяц. Идея номер 32. Это кафе для одиноких. Еще одна новинка в мире российского бизнеса. Это кафе с уклоном на знакомство. То есть открытие заведения с романтической обстановкой и возможностью просмотра анкет потенциальных партнеров. Идею лучше реализовывать в крупном городе. Минимальное вложение составит 1,5 миллиона рублей примерно. Чистая прибыль от 130 тысяч рублей. Идея номер 33. Столовая на колесах. Идея бизнеса очень популярна в США, Азии, Польше. Передвижную закусочную можно разместить в небольшом городе или на дороге между населенными пунктами. Основная продукция это фастфуд, то есть фирма, шурма, пицца, булочки. Минимальное вложение 1 миллион рублей. Деньги понадобятся на покупку фургона, оборудование и первой партии продуктов. Чистая прибыль. Раскрученные столовые на колесах. В летний сезон достигает до 30 тысяч рублей идея в маленьком городе. Открыть бизнес в маленьком городе может даже начинающий предприниматель. Но нужно учитывать особенности. То есть это низкая покупательная способность населения. Для малых городов Российской Федерации зарплата в 20 тысяч рублей считается крутыми. Поэтому нет смысла открывать там модный бутик, например, дорогой ресторан или гостиницу для животных. Жители провинции обычно не могут похвастаться большим выбором магазинов. Одежды, аптек, автомой, кафе и так далее. Для вас это отличный шанс занять свободную нишу. Можно открыть бизнес в гараже, чтобы сэкономить деньги на аренде. Деньги номер 35. Это производство копченой рыбы. Вложение до 1 миллиона рублей. 56 тысяч рублей. Это чисто номер 36. Продажа шоу-рмы. 150-170 тысяч рублей. Это вложение. 40-50 тысяч рублей. Это чисто номер 37. Изготовление в гараже ключей. 150 тысяч рублей. Это вложение. 30-40 тысяч. Это чисто номер 38. Прием вторсырья для сдачи оптовым изготовителям. Например, гаражный бизнес. Можно считать 30-50 тысяч рублей. Это вложение. Примерно 6 тысяч рублей. Зато номер 39. Швейное отелье. Дома можно делать это все. 200 тысяч рублей. Это вложение. И 30 тысяч рублей. Идея номер 40. Это шашлычная. 270-300 тысяч рублей. Это вложение. 150-170 тысяч рублей. Это прибыль. Перечисленные бизнес-идеи 2020 года подскажут вам, чем заниматься, чтобы не остаться без клиентов и денег. Если анализировать рынок в целом, то сейчас самые рентабельные варианты это оказание услуг и онлайн-торговли. Малый бизнес в сфере производства требует крупных вложений. Иногда долго окупается, а новичок редко выдерживает конкуренцию с более опытными игроками. И новой бизнес-идеи ориентируйтесь не только на мир, то есть опыт Европы, Азии, США, но и местные. Меня также интересует заработок в интернете. Посмотрите мои другие видеоролики. Ссылки я оставлю в описании. Спасибо за просмотр. С вами увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok